Великая русская литература стала ближе и понятней для учащихся Первого Славянского лицея, которые приняли участие в лицейском бале, посвященном творчеству замечательного поэта Сергея Есенина. Для того, чтобы рассказать новое об известном, лицеисты провели серьезную работу. О Сергее Есенине есть немало воспоминаний его современников. Писатель Максим Горький отметил, что Есенин создан природой исключительно для поэзии. Удивительная судьба простого крестьянского парня из рязанской глубинки, который поражал самых искушенных столичных эстетов своими стихами, что может быть интереснее для исследования в наше время. Жизнь и творчество Есенина вдохновили организаторов и участников лицейского бала. Девушки-старшеклассницы в нарядных платьях и ребята в белых рубашках с бабочками, элегантных костюмах – главные действующие лица этого праздника. В центре внимания – самоцветное поэтическое слово. Не такой уж в рот не опроется, чтобы у тебя не верить. Не обрежь не был такой же нежный, и веща только лишь о том, чтобы скорее от тазки ветерной оборотиться вниз к нашему. Восхождение поэта к лирическим вершинам и к литературной известности было нелегким. На этом пути ему встречались препятствия, которые он преодолевал, ему помогали друзья и соратники. Обо всем, что касается Есенина, на лицейском балу рассказывали стихами и прозой. И здесь не обойтись без песен на его слова. ПЕСНЯ Настоящий лицейский бал невозможно представить без бальных танцев. И вот уже юные пары, согретые доброжелательным вниманием, закружились в легком вальсе. ПЕСНЯ Огромная сила чувства, совершенная выразительность поэтического слова Есенина, его доброта, все эти качества были раскрыты во время бала. Зрители горячими аплодисментами благодарили ребят за их искреннее искусство. Директор лицея подытожила мысли и чувства присутствующих. Евгения Осьминкина, педагог первого лицея и организатор лицейских праздников, приложила большие усилия, чтобы лицейский бал заиграл всеми красками и заслужила самые добрые слова. Участники бала, прикоснувшись к волшебным есенинским стихам и к его жизни, только выиграли от этого. Мне нравится, как Сергей Есенин сочетает в своей лирике такие темы, как любовь к родине, любовь к женщине и темы о жизни с лирикой такой серьезной. Каждый лицейский бал, который проходит в честь какого-то поэта или писателя, очень меня впечатляет. И я начинаю даже просто искать информацию о писателе, что-то узнавать о его жизни, о том, что повлияло на его творчество, какие темы, события. И это, да, привлекает. Благодаря этому лицейскому балу я открыл много всего нового. Я понял от а до я жизнь Есенина, что он хотел донести до нас, до читателей, до его стихов. Я понял, что Есенин, он в частности писал открытые стихи, он выявлял много проблем в обществе. И в наше время сейчас полезно читать его стихотворения и заучивать их. Бал закончился, но он не прошел напрасно. Поэзия по-прежнему востребована. Какие бы времена не были на дворе, отечественная литература продолжает преподносить нам незабываемые уроки человечности. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Аплодисменты.